Подобно тому, как подводная часть айсберга не видна, но при этом составляет 90 процентов его размера, незамеченной остается львиная доля той работы, которая проводится при создании технологии SkyWay. Экотехнопарк лишь вершина ледяной горы и сегодня мы хоть немного постараемся заглянуть под воду. Основным этапом в практической реализации СТС станет создание испытательного полигона для полномасштабной опытно-промышленной отработки путевой структуры транспортной системы. Исследования и испытания отдельных узлов, агрегатов и элементов транспортной линии, модуля и инфраструктуры будут также осуществляться на специально созданных лабораторных стендах. После опытно-промышленной отработки СТС на полигоне, ее стандартизация и сертификация, высокоскоростная транспортная система нового поколения может быть рекомендована к использованию как в развитых, так и в развивающихся странах. Так писал Анатолий Юницкий в итоговом отчете по проекту Центра ООН по населенным пунктам Хабитат еще в 2000 году. В 2017 струнный транспорт вплотную подошел к этому моменту. Для чего нужны наука, конструирование, проектирование, производство и строительство? Вроде бы ясно многим. А вот мудреное достаточно слово «сертификация» еще ясно не всем. Что это за звери, чем его едят? Попробуем сегодня разобраться с помощью специалистов. Сертификация – это подтверждение соответствия созданных конструкторами изделий каким-то требованием, которое установлено нормативными документами в технических условиях, в той же конструкторской документации. Человек, который придумал машину, он хотел бы и сам увидеть, способна ли она к тому, что было задумано. Для этой цели проводится доп. сертификации, проверка возможности использования продукции по назначению. Этот процесс называется приемочное испытание. Орган по сертификации, который отвечает за постановку нашей продукции на производство, составил для нас технические задания на каждое изделие. Я скажу, что этот экзамен не совсем легкий. Например, по юнибусу мы 24 вида испытаний должны пройти, по юнибайку 25. Соответственно, объем работы можно уже оценить и представить. Эксперты органа получили от нас информацию техническую, получили конструкцию, изучают конструкцию. Кроме того, по договору с нами они разработали программы методики для проведения конкретных видов испытаний. Эти методики сейчас переданы в производство. Все наши конструкторы и производственники знают о них и готовятся соответственно к проведению испытаний. Сами испытания намечены на 11 сентября этого года. К нам приедут эксперты органов по сертификации и мы совместно с ними в течение двух-трех недель проведем комплекс испытаний для подтверждения всех свойств, заложенных в наше изделие. В начале года мы планировали завершить сертификацию еще в конце весны. Для этого имелись все основания. Дело в том, что в феврале закрытое акционерное общество струнной технологии получило положительное заключение к государственной экспертизе по архитектурному проекту строительства экотехнопарка Skyway. То есть большая часть работы к концу зимы была уже завершена. Работа наша делится на проектирование и на строительство. В проектной документации идет деление на сооружение по путевой системе, на саму путевую систему и на подвижной состав. Касательно сооружения путевой системы. Здесь несколько все проще, потому что есть определенное правовое поле в Республике Беларусь. Наработано очень много документаций. Есть нормативно-правовые документы, есть документы, которые действуют на территории не только Беларуси, а уже мы можем работать по евронормам. Есть правовая база для расчетов, для чертежей. Благодаря правовой базе мы можем проходить документацию касательно сооружений, подтверждать ее в органах строительной экспертизы и работать в рамках закона Республики Беларусь об архитектурной и градостроительной деятельности. Основное регулирование здесь, как я сказала, проводит государственная строительная экспертиза, которая проверяет соответствие данной документации на соответствие всем действующим нормам, в том числе и нормам безопасности, которые подтверждены, должны быть подтверждены на основании действующего. У нас есть такой технический регламент Республики Беларусь 2009-2013. Принцип наших расчетов, он ничем не отличается от принципа расчетов любых сооружений, высотных, дымовых труб, анкерных опор, промышленности и так далее. Что вот сейчас подтверждено, мы получили заключение государственной экспертизы одно, сейчас мы опять на экспертизе тоже объектов. Я не хочу сказать, что все очень легко и просто, потому что, конечно, несколько новая тема, ноу-хау для Республики Беларусь, и нас рассматривают не просто вот, значит, просто сооружение или просто анкерная опора, а нас рассматривают в комплексе как путевую систему, и это, так сказать, вызывает много вопросов, потому что это ноу-хау, это изобретение, это поиск каких-то решений и, наверное, усовершенствование этих систем постоянной. Для этого поля деятельности должны разобатываться специальные технические условия. Инновационность транспортно-инфраструктурных комплексов SkyWay часто вызывает недоумение у чиновников от транспорта, как известно, одной из самых консервативных отраслей индустрии, но наши высококлассные специалисты способны объяснить истинное положение вещей любой аудитории. Трудности в проведении испытаний – это наличие высокоскоростного транспорта. Динамические нагрузки при скоростях до 500 км в час – это, ну, оценить достаточно сложно, наверное, будет. Ну, мы надеемся справиться с этим достаточно успешно. Для этого есть все предпосылки и достаточно много пока еще времени для того, чтобы получить эту скорость. Нам необходим участок длиной порядка где-то 22-20 км, что будет в дальнейшем реализовываться в рамках нашей программы сертификации. Производятся замеры уже некоторых параметров, в том числе шумов и соответствующая работа по снижению и оптимизации конструкции рельсовых элементов ведется на экотехнопарке. Вроде как пока все. Все идет в плановом порядке. Легкая путевая структура уже готова к сертификационным испытаниям. Сейчас действительно идет работа над тем, над улучшением показателей шумности. Да, у нас мы и сейчас уже много чего достигли. Ну, движемся, чтобы вообще нас не было слышно, были бесшумными, комфортными. В общем-то, в эту сторону движемся. И, наконец, самый мобильный элемент струйного транспорта Юницкого – подвижной состав. Тут уже все предельно ясно и понятно. Даже со сроками завершения сертификации, несмотря на тот огромный объем работы, который пришлось проделать сотрудникам нашей компании, ибо сертификация не только не отменяет развитие технологии, а наоборот, способствует даже ему. Все то время, пока методическая работа шла, мы воспользовались этим временем для проведения целого ряда исследовательских испытаний. То есть за рамками приемочных и сертификационных мы проверяли те технические решения, которые были приняты по результатам расчетов, либо исследований, либо моделирования уже в реальных физических условиях. То есть на реальном полигоне, на реальном транспорте. Ну, например, то есть модернизировали тормозную систему. То есть проверили несколько алгоритмов работы, несколько вариантов ее компоновочных решений, и в том числе проверка работы алгоритма антиблокировочной системы тормозов, накопители энергии, которые развиваются лавинообразно сейчас, и мы продолжаем их совершенствовать. И отдельный цикл испытаний, посвященный измерению и определению коэффициентов сцепления поверхности колес, ну, подтверждающие теоретические выкладки, и коэффициента сопротивления качения в комбинации с различными типами материалов упорных колес. То есть мы не стоим на месте, и то, что было разработано год назад, эти транспортные средства имеют уже улучшенные характеристики. В период после экофеста в эко-технопарке мы активно работали по программе дорожных испытаний подвижного состава. Сейчас объекты все вернулись на базу, и по рекомендации и вместе с представителями научно-исследовательского института городского электротранспорта мы готовим программы сертификации Юнибуса, Юнибайка в первую очередь. И вот буквально несколько дней назад они приезжали к нам посмотреть уже, скажем так, вскрытые, разобранные наши объекты, чтобы порекомендовать, указать места крепления датчиков. Это очень-очень активно, плотно, и в ближайший месяц нас ждет много работы по сборке и окончательной спецификации наших подвижных Юнибайка и Юнибуса. Работа по сертификации движется к своему апогею, которая ожидается где-то в середине сентября. Пожелаем нашим коллегам удачи, которая, не сомневаемся, с вашей помощью будет им обеспечена уже в ближайшее время. В работе закрытого акционерного общества «Струнные технологии» не все всегда получается вовремя, зато получается все. Строй SkyWay, спасай планету.